Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net номер 211. Задание А. Решим задачу над движением. Электричка идёт из города Круково со скоростью 65 км в час. Пассажир сел в электричку на станции, находящейся в 45 км от Круково. На каком расстоянии от города он будет через 2 часа? Можно сделать схематический чертёж. Итак, пассажир сел на станции, которая находится от города Круково на расстоянии 45 км и проехал 2 часа. Вопрос. На каком расстоянии он будет от города Круково через 2 часа? Чтобы найти это расстояние, надо к 45 км, которые у нас были, когда он сел, ещё прибавить то количество километров или тот путь, который он проехал за 2 часа. А чтобы узнать путь, который проехал пассажир за 2 часа, нужно скорость умножить на время. Скорость электрички 65 км в час. Время, которое ехал пассажир 2 часа. 65 умножить на 2, получаем 130 км. Проехал пассажир за 2 часа. А теперь легко найти весь путь. Нужно к 45 прибавить тот путь, который он проехал. 130. А это равно 175 км. Значит, в 175 км окажется пассажир через 2 часа от города Круково. Решим вторую задачу. Автомобиль выехал из одного города в другой, расстояние до которого 240 км. Сколько ему останется проехать через 2 часа, если он едет со скоростью 85 км в час? Опять можно сделать схематический чертеж. Если посмотреть внимательно на схематический чертеж, то можно увидеть, что можно найти вот это расстояние, которое ему останется проехать. Оно красным обозначено. Если из 240 отнять то расстояние, которое автомобиль проехал за 2 часа. А чтобы узнать, какое расстояние автомобиль проехал за 2 часа, нужно скорость умножить на время. Скорость автомобиля 85 км в час. Время, которое он ехал, 2 часа. 85 умножить на 2 будет 170 км. Проехал автомобиль за 2 часа. А теперь мы найдем, сколько ему осталось. Для этого надо из 240 отнять 170. А это равно 70 км. Осталось проехать автомобилю. И задача ВМ. Толя вышел из дома в школу, расстояние до которой 1200 метров. Через 12 минут ему осталось и для школы 300 метров. Сколько метров в минуту проходил Толя? Давайте сначала выясним, что нам всё-таки надо найти. Сколько метров в минуту проходил Толя? Метров в минуту. Это значит, надо найти скорость Толи. Так как мы только что недавно говорили, что скорость показывает, какое расстояние за единицу времени. У нас здесь как раз и спрашивают, сколько метров в минуту. Чтобы найти скорость, надо путь разделить на время. У нас здесь одно единственное время, 12 минут. Но путь, который прошёл Толя за 12 минут, мы не знаем. Но если посмотреть внимательно рисунок, можно узнать. Путь. Весь путь 1200 метров. Осталось пройти 300 метров. Если я от 1200 отниму 300, я, соответственно, узнаю, сколько Толя прошёл метров за 12 минут. 900 метров за 12 минут. А теперь легко узнать скорость. 900 метров за 12 минут. Чтобы найти, сколько метров в минуту, надо 900 разделить на 12. Мы получим 75 метров в минуту. Проходил Толя. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео. До встречи! resources соображен. Продолжение следует...